Добрый день, уважаемые зрители! Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день, уважаемые зрители, коллеги, инвесторы, товарищи, друзья, хитеры, оппоненты, президенты. Все те, кому не безразличен судьба сова ума, если можно так выразиться. Интересный вопрос. Про взаимоотношения. Мужчина и женщина? Ну, там, как получится, видимо, уже. Есть анекдот. Алектор приехал в деревню, говорит, буду читать про взаимоотношения, про любовь со слайдами. Он говорит, понимаете, есть любовь к животным. Слайды, подождите. Есть любовь к произведениям искусства. О, слайды. Там есть такая-такая. Вот есть любовь между мужчиной и женщиной. Слайды, слайды. Говорит, подождите. А вот есть любовь к родине. А теперь слайды. Вопрос. После окончания строительства ПКТБ, какие будут отношения с Solar Group? Продолжится ли сотрудничество? После окончания строительства? Конечно, продолжится. Потому что мало построить, надо еще и поломать. Я шучу. Поделить. Мы построили. Его же надо еще ввести в эксплуатацию. На этом же все не закончится. А потом необходимо реорганизовать в акционерном обществе. Необходимо всех участников, которые инвестировали, их сделать акционерами. И так далее. Продолжится ли? Однозначно. Вытекает сам по себе. Наверное. А кто это придумал? Хороший вопрос. Нам его предоставили, поэтому, честно говоря, не знаю. Я, наверное, бы сформулировал по-другому вопрос. И, наверное, другой имели в виду. Продолжится ли сотрудничество в плане привлечения инвестиций в следующий проект? Ну, это зависит от Solar Group. Потому что мы планируем дальше строить предприятия по производству двигателей. Есть и другие наработки, которые можем будет коммерциализировать. Поэтому, как всегда, взаимоотношения двух юридических лиц при непротивлении сторон достигается... То бишь, обоюдно, да? Обоюдно. Это как? Это взаимоотношения. Ладно, не будут. Да, поэтому это обоюдное желание. У нас к дальнейшему сотрудничеству, с нашей стороны, пока никаких таких отрицательных каких-то позевов, порывов. Нет, мы всегда за сотрудничество. Не за какие-то другие телодвижения. Потому что и есть такие обезбашенные, которые полагают, что сейчас мы тут померимся. Но, как всегда, они заканчивают очень плохо. Есть, конечно, понимание такое, что есть Solar Group, а есть отдельные сотрудники Solar Group. Есть компания, есть и трудники. И Solar Group, он как компания формируется. Ну, естественно, как всякое формирование, болезнь роста всегда присутствует. И всегда возникают какие-то определенные процессы, проблемы. Это нормально. Это нормальное явление. Это то же самое происходит и в других коллективах, когда они формируются. Это и ребенок тоже, когда он родился, только под себя ходит. Надо пеленки постоянно менять на ранней стадии. Да, это неизбежно. Да, потом учить горшком пользоваться и так далее, и так далее, по мере. Потом, когда она научится, начинается асфальтная болезнь, падает ходить, учится. И так далее, и растет. Когда уже вырос, ходят сигареты, пиво, девочки. Если кто-то пойдет по девочкам, по сигаретам, по пивку, по шарикам, то это его выбор. Поэтому сотрудничать будем, если при этом будет обоюдное желание. Спасибо. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы также обязательно их постараемся разобрать.